Всем привет, меня зовут Даша Кей, и сегодня я вам расскажу, как почувствовать себя красивой и ухоженной за 24 часа. В этом видео вы проведете со мной где-то сутки, за которые я постараюсь привести себя в форму. Ну так, что нужно сделать, чтобы стать ухоженной и красивой? Конечно же, провести правильно вечер. Перед сном обязательно выпиваю смузи из клюквы. Эта ягода выводит хорошо лишнюю воду из организма. Обязательно минимум 8-ми часовой сон. Я проверила, реально 8-9 часов мне хватает для того, чтобы у меня появился красивый блеск в глазах. Это маленький секрет для того, чтобы выглядеть для окружающих и для самой себя. Привлекательно и чувствовать себя уверенно. Стаканчик теплой воды с утра пораньше это то, что доктор прописал, чтобы запустить пищеварение и желчный. Прыжки для того, чтобы разогнать лимфоток и опять же убрать лишнюю воду из организма. Еще бы желательно сделать самомассаж лица и шеи, но это уже как получится. Естественно, чищу зубы и использую ирригатор. Это струя, которая промывает межзубное пространство между зубами и от этого дыхание становится более свежим. В колбе смешиваю две жидкости, это антибактериальный раствор и воду. Специальной насадкой промываю всю полость рта. Дальше уход за волосами. Для того, чтобы сделать красивую прическу, первым этапом хорошо очищаю кожу головы. Не все знают, как делать это правильно. Хорошенько массирую корни волос, образую густую пену. И остатки шампуня смываю по длине и кончикам. На чистые волосы наношу интенсивную маску понтин восстановления и укрепления на 15 минут, чтобы напитать волосы полезными ингредиентами, экстрактом цветка кактуса и органовым маслом. Смываю маску и наношу бальзам буквально на минуту, чтобы закрыть напитанную кутикулу волоса и полезный эффект не смылся. Хорошо споласкиваю бальзам с волос, а дальше подсушиваю голову полотенцем и наношу несмываемый крем. Он защитит волосы от горячих температур, уберет пушистость и добавит блеск волосам. Сушу голову феном, после укладываю волосы на плойку. Кудри смотрятся намного красивее и не будут пушиться даже во влажную погоду. А сейчас надеваю шапочку, чтобы сохранить прическу. Мажу все тело вкусным кремом и надеваю халат, чтобы он впитал излишки. Если уход за собой, то только семиступенчатый и корейский. Первым этапом очищаю лицо воздушной пенкой и смываю обычной водой. Использую пилинг или скраб. В моем случае это от OMG. Текстура этого пилинг геля липкая и я нанесла его только на Т-зоны, для того, чтобы в дальнейшем тональный крем лег намного ровнее. Обрабатываю все кислотным тонером. Если быть точнее, то этот продукт-бустер. Он увеличивает и усиливает проникающую способность крема или сыворотки, которую я буду наносить после. У альгинатной маски есть своя сыворотка, я использовала ее. Разминаю пакетик с сывороткой, она тоже какая-то тягучая, голубая. Хорошенько оббиваю лицо, потому что следующим этапом пойдет альгинатная маска. Голубая маска для гипер-супер-пупер увлажнения. Я думаю, это и должно произойти, и еще кожа должна расправиться. После такой маски заметен эффект, морщинки на лице расправляются. Это как огромный патч на все лицо. Да, это тоже один из этапов корейского ухода. Еще раз наносится сыворотка. Я дополнительно стимулирую специальным прибором. Это отбор. С помощью него сыворотка лучше проникает в текстуру кожи, но мне кажется, она у меня уже супер увлажнена. Закреплять все этапы ухода я буду крем для лица. Когда у тебя 7 этапов, каждый слой должен быть очень тонкий, поэтому я сначала наношу на руки и потом уже впечатываю в лицо. Это банановый крем под глаза, последний этап. Хорошо убирает отечность и, мне кажется, даже чуть-чуть отбеливает кожу под глазами. Снимаю свою шапочку для душа и перехожу к макияжу. Сделаю легкий макияж со своей дорожной косметичкой. Смешиваю два тональных крема, наношу на лицо. У меня всегда разный цвет лица, это очень странно, но это факт. Поэтому я часто смешиваю разные по цвету тональные кремы. Мокрый серенький спонж. Им я распределяю тональный крем по лицу. И по восходящим линиям, лайфхаками из ТикТока, я наношу консилер. По периферии наношу немного бронзера. Даже не нужно наносить хайлайтер, потому что кожа и так светится. Она супер увлажнена и это видно даже на камере. Если отмотать и посмотреть до, и то, как она выглядит сейчас, разница колоссальная. Рисую бровки. Это супер фиксирующий гель для бровей. Поверьте, девочки, оно вам надо. Этот гель для бровей настолько стойкий, что я не трогаю брови в течение всего дня. И прихожу вечером, они как будто бы только уложены гелем. Подкручиваю ресницы, наношу немного бронзера на веки. И крашу ресницы. Губы я оформлю карандашом. Это NYX в оттенке Mouth. И добавлю немного блеска на губы. Вот такой вот легкий образ получился с акцентом на уход за кожей. Я считаю, что можно себя побаловать и сходить на бранч в мое любимое место. Это Excellent. Так, так рано, что еще темно. Да, пришла завтракать. Я встретилась на завтрак со своей подругой. Она тоже любит это место. Обычно я беру какое-нибудь сытное блюдо, потому что люблю много поесть. А она что-нибудь сладенькая, и мы начинаем тестировать все из тарелок друг друга. И какой же там невероятный и рисковый кофе. Кто знает, тот поймет. Со вкусом конфет коровка. В своем гардеробе выбираю несколько необычных луков, которые я никогда не носила. И думала, куда же их надеть на фотосессию. Мне повезло. Моя подруга фотограф, и она согласилась провести мне съемку. Она забронировала какую-то студию. Это было для меня сюрпризом. Это оказалась супердевчачья розовая меховая студия. Я взяла несколько несвойственных для себя нарядов, где их еще носить, кроме как не на фотосессию. Переодеваюсь и начинаем фоткаться. Потом мы решили вместе переодеться, потанцевать и покривляться на камеру телефона. Переодеваюсь и начинаем фоткаться. Теперь я чувствую себя в ресурсе более эмоционально заряженно на следующий 2022 год. На самом деле, это один из способов чувствовать себя более красивой, ухоженной, уверенной. Год начинаем правильно. Увидимся в следующих видео. А с вами была Даша Кей. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...